Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканал ТДК-42, программа «Итоги недели». В студии для вас работает Олег Великий. Сегодня, по традиции, я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этой недели. И вот, что вы увидите. Почему дети становятся жертвами жадности взрослых? Вспомним несчастный случай в Караганде и узнаем, почему батуты не могут запретить. Водоем Мурацай за росскомышами и водорослями. Местные жители утверждают, что арендатор не следит за ним должным образом. Так ли это на самом деле и чем это может закончиться, расскажем сегодня в программе. Светлый и добрый праздник. День защиты детей отметили в Уральске. Об истории праздника и от чего нужно защищать детей, расскажем совсем скоро. Не переключайтесь. В столице прошел саммит стран Евразийского экономического союза. На этой неделе данному объединению исполнилось пять лет. Напомню, в состав ЕАЭС помимо Казахстана и России также входят Белоруссия, Киргизия и Армения. Участники подвели итоги работы за пять лет, а также наметили планы на будущее. Одну из самых приятных новостей озвучил Владимир Путин. Президент России предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС. Он отметил, что следует засчитывать в стаж работу на территории всех стран-участниц Союза. Но согласитесь, это очень хорошо. Путин заявил о готовящемся соглашении между странами ЕАЭС о расчете пенсий. Отныне учитываемый трудовой стаж будет сохраняться при переезде между Казахстаном, Россией, Кыргызстаном, Арменией и Белоруссией. К примеру, человек проработал 20 лет на родине, пусть это будет Казахстан, а после переехал в Россию и там работал еще 10 лет. Таким образом, за 20 лет стажа пенсию будут начислять в Казахстане, а за остальные 10 уже в России. Ранее отмечалось, что документы эксперты согласовывали долго, потому что пенсионное законодательство стран ЕАЭС сильно отличается. Разница возраст выхода на пенсию и расчета размера выплат. Самые высокие пенсионные выплаты в России – это около 80 тысяч тенге. Казахстанцы получают в среднем порядка 70 тысяч. В Кыргызстане чуть больше 25 тысяч тенге. Более подробно расскажет наш столичный корреспондент Боржан Шайхмет. По словам Путина, переезжающие внутри стран ЕАЭС граждане будут получать полноценные пенсии. Неважно, в какой стране Союза человек работал. Главное – иметь документальное подтверждение стажа работы. Вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан наших государств, добавил Путин. Отмечу подготовку Евразийской комиссии соглашения, которое даст возможность при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза. Думаю, что для конкретного гражданина, для простого человека, для человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету, и для этого человека будет неважно, где конкретно он работал. А первый президент Казахстана, Нуф Султан Назарбаев, призвал страны ЕАЭС самостоятельно производить товары народного потребления и направлять потоки торговли между членами Союза. Ельбаса отметил необходимость создания комиссии, которая проанализирует, какие товары потребления производятся в странах Союза. Я посмотрел нашу казахстанскую структуру, 50% инфляции мы получаем от импорта этих товаров. А если посмотреть, что мы импортируем, импортируем то, что мы все производим. И если вот на это посмотреть, а потом поделиться между собой, и мы увидим, мы импортируем продукты и машиностроение. Ладно, но товары народного потребления, туфли, ботинки, чулки, носки, костюмы, рубашки и даже продовольствие, которое мы экспортируем из-за нехватки переработки нашей, какой-то страны, мы импортируем продовольствие любое. Мясные изделия, молочные изделия и так далее. В свою очередь президент Казахстана рассказал, от чего зависит эффективность ЕАЭС. Эффективность нашего союза зависит от способности создавать равные конкурентные условия, как между его членами, так и с третьими странами, отметил он. Однако наблюдается рост количества барьеров и ограничений. В этом плане Кыргызстан выступает за системную работу по их устранению, сказал президент Кыргызстана. Тенденция сохранения разрыва между странами союза может неблагоприятно повлиять на развитие евразийской интеграции и в целом. Нам необходимо найти консенсусное решение по вопросу укрепления экономик и обеспечения их гармоничного развития и сближения. Предлагаю поручить комиссии провести анализ различных механизмов поддержки развития стран с малыми экономиками. Боржан Шеяхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Вот и наступила летняя пора, которую так многие из нас ждали. Можно отправиться на природу, пойти с детьми в парк, покататься на аттракционах или попрыгать на батуте. И никому в голову в это время не приходит мысль, что батут может оказаться смертельным. Страшная трагедия произошла 25 мая в центральном парке Караганды. Там сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 12-летний ребенок от полученных травм скончался на месте. Причем он просто стоял рядом с батутом. Еще двое детей были госпитализированы с различными травмами. У ребенка, госпитализированного в детскую клиническую больницу, травма головы, перелом ребра, тупая травма живота. У ребенка, госпитализированного в клинику имени Макожанова, также травма головы, переломы верхних конечностей, переломы нижней конечности, ушибы, ссадины. Всего было 5 пострадавших в парке. Погибший мальчик был единственным ребенком в семье. Владельцем батута, перевернувшегося в центральном парке Караганды, оказался бывший начальник пожарной части. Также стало известно, что официально батутом владела супруга чиновника. Однако всеми организационными вопросами по установке, эксплуатации и перевозке батута занимался именно ее муж. В законности установления батута тоже появилось много вопросов. В управлении парками культуры, отдыха и скверами заявили, что мужчина привез и установил батут в парке. При этом договор на установку не показал, объяснив это тем, что забыл дома все документы. За необеспечение безопасности, повлекшее смерть ребенка, хозяина батута задержали. Батуты, как средство зарабатывания денег, стали не развлечением, а вполне реальной угрозой. Батутные центры для нашей страны, бизнес молодой – это стремительно растущий и одновременно дикий рынок. Нет четких правил, технических регламентов и сертификатов. Все на совести предпринимателей. И далеко не каждый, составляя проект, готов отвечать за здоровье клиентов. Глава комитета по ЧС Беккер пояснил, что батут в Центральном парке Караганды был установлен в тот же день, когда и случилась трагедия. Также сообщалось, что сотрудник ДЧС по Караганецкой области уволился из органов за пять дней до трагедии. И в момент опрокидывания батута уже был безработным. В соцсетях появились мнения о том, что сотрудника могли уволить задним числом. Хочу вас уверить, задним числом никто никого не увольнял. Данный сотрудник у нас действительно работал с 2001 года по 2019 год. Он характеризовался положительно. Он сам этим бизнесом не занимался. Этим бизнесом занималась его жена. И в 2018 году она оформила ИП и занималась этим бизнесом. Но муж, семья, он ей помогал. Когда ее полицейские допрашивали, она, естественно, сказала, кто помогал устанавливать мужу. Журналисты поинтересовались у спикера. Возможно, стоит вообще запретить батуты. На что он сообщил, что у ведомства нет компетенции запрещать их деятельность. При этом Беккер сообщил, что он готовит сегодня же предложение премьер-министру о том, чтобы определить этот вопрос. Как сообщалось ранее, 25 мая в Центральном парке Караганды произошла трагедия, в результате которой погиб ребенок. Еще двое попали в больницу. При этом погибший мальчик в момент трагедии даже не играл на батуте. Он просто стоял возле киоска. Запустившего надувной батут в эксплуатацию, 40-летнего карагандинца задержали. Инкриминируют статью. Статья 306, часть 3. Предоставление услуг, не отвечающие требования безопасности. Там до 7 лет лишения свободы возможно. Сегодня говорить о том, что человек задержан и говорит, что он виновен, невиновен. Но есть фосмажорные обстоятельства. В данном случае я считаю, что имело место фосмажор. Ничто не предвещало, люди отдыхали. Но погода в этот день и в Астане достаточно сложная была. Это ЧП вскрыло большую проблему. Оказалось, в Казахстане отсутствует закон, регулирующий уличные аттракционы, батуты, карусели и игровые машинки. Нет ни одного нормативного документа, который регулировал бы сферу уличных игровых аттракционов. И ни одного госоргана, осуществляющего надзор за их безопасностью. Лишь управление предпринимательства при Акиматах выдает разрешение на установку. И на этом все. В скором времени будет технический регламент о безопасности аттракционов. Но в рамках таможенного союза он еще не вступил в силу. А пока зарабатывать на опасном развлечении можно как угодно. Хоть с истекшим сроком службы многих механизмов, хоть с незакрепленными к асфальту металлическими анкерами. Все равно никто не проверяет. Ответственность будет ужесточена? Ответственность там не только ужесточена, она предусмотрена, во-первых. Потому что этой ответственности ее до этого не было предусмотрено. Ну, есть, конечно, если ответственность рассматривать с уголовной точки зрения, с правовой точки зрения, эта ответственность прописана в кодексе об административном правонарушении, в кодексе об уголовном, в уголовном кодексе. Но как таковой системы разрешения и проверки этих аттракционов, в частности, если мы говорим о батутах, этой системы не было. Бауржанша Эхмед Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Кстати, вот похожий случай был в 2011 году в Мангостаусской области, когда сильный ветер тоже перевернул надувной аттракцион, который не был надежно закреплен. Пострадали 14 детей, одного ребенка не удалось спасти. Сразу после трагедии выяснилось, что мобильные аттракционы для детей не имеют сертификатов и инструкции по безопасному использованию. Этот случай, к сожалению, ничему не научил. Позже в МВД Казахстана объяснили, почему не могут запретить батуты по всей стране. Их учет не ведется, однако есть технический регламент Таможенного союза о безопасности аттракционов, в котором прописан ряд требований. В Министерстве внутренних дел Казахстана подготовили предложение премьер-министру, чтобы в стране определили государственный контроль за использованием батутов, так как в настоящий момент у МВД нет юридической компетенции запрещать эксплуатацию аттракционов. Еще стало известно, что владельцу батута грозит до 7 лет тюрьмы. Конечно, это ЧП можно назвать случайностью, ничего не предвещало беды. Но также еще неизвестно, соблюдались ли все требования техники безопасности. Будем надеяться, что следствие разберется. Этот несчастный случай стал причиной проверки аттракционов в Уральске. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям ведут профилактическую работу с владельцами игровых аттракционов. Стало известно, что отныне этой сфере будет уделяться особое внимание безопасности. Разочаровывает одно – почему должно что-то произойти серьезное и непоправимое для того, чтобы этому стали уделять внимание. Ответ найти сложно. А сейчас давайте посмотрим, как проходило рейдовое мероприятие. Игровые батуты уже стали привычными для уральцев. Эти детские аттракционы устанавливают в парках и скверах, а также возле торговых домов. И все бы ничего. Но трагедия в Караганде выявила бреши в законодательстве. Выяснилось, что эта сфера никем не контролируется. Разрешение на установку батута выдают в отделах предпринимательства. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям могут проводить лишь профилактическую работу. Закрыть аттракцион они не могут по закону. Необходимо быть бдительными, внимательными, всегда держать на контроле всю ситуацию во время нахождения своих детей на батутах. То есть перед тем, как запустить ребенка, необходимо осмотреть места крепления, как обеспечена безопасность. Также объяснить ребенку, что в каких местах разрешается играться, в какие действия нельзя предпринимать. Ведь батуты опасны не только опрогидыванием, но и другими последствиями. То есть ребенок может выпасть с батута, получить травмы различного характера. Операторы аттракционов уже сделали выводы, и случившегося меры безопасности были усилены. Мы, естественно, ознакомливаем с правилами безопасности, чтобы не заходили с ободками, с ножницами, бывает, со значками, с едой, с жвачками. Не отходили от батута, это естественно, потому что, бывает, уходят куда-нибудь, и потом ищешь их. Потом, чтобы сюда близко не подходили, не подходили с огнем, чтобы не курили. У нас в мере безопасности, у нас все родители подписывают, расписываются, пишут фамилии, ознакомливаются. Потом мы запускаем уже деток. В городском парке отметили, что на их балансе находятся только два аттракциона, и ЧП на них не регистрировались. На балансе городского парка культуры находятся два аттракциона. Один из них у нас за спиной, колесо обозрения, второй – детский аттракцион, колокольчик. Все необходимые технические процедуры перед запуском в летний сезон проходим у соответствующих организаций. Все допуски есть. После трагедии в Караганде предложено на законодательном уровне контролировать сферу игровых аттракционов. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. А сейчас поговорим о новостях в мире экономики. Более подробно обо всем расскажет моя коллега Гульнара Умарова. Гульнара, добрый вечер. Добрый вечер. Гульнара, на этой неделе в столице состоялся Евразийский экономический форум. Принимали участие главы пяти государств, в том числе и первый президент нашей страны. Много интересного обсуждалось. Ты, как экономист, что могла бы отметить? Обсуждения были самые разные. Самое главное, что экономика движется вперед, как я уже не раз говорила. Скоро станет поговорка. На самом деле это так. Но еще необходимы усилия, которые нужно принять всем главам. И Россия, и Беларусь, Казахстан, Армения, и Кыргызстан еще хотят к ним присоединиться. Другие страны, они все должны объединиться, чтобы решить общую задачу касательно подъема экономики. Тем более, как говорят, грозит мировой кризис. Ну а пенсионные вот эти вот реформы, которые хотят изменить? Пенсионная реформа, она же, знаешь, идет давно. Вот и недавно тоже говорили о том, что пенсия, независимо от того, где работал, в Беларуси, в России, в Казахстане, пенсию будет получать одинаково. Если ты наработал стаж там, то здесь, конечно же, получишь ее. Ну да, это действительно хорошая новость, я думаю, прозвучал. Тем более, если этот документ утвердят, будет очень здорово. Да. Хорошо, продолжаю тебе слово. Спасибо. Нурсултан Назарбаев, он же почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, предложил формат умной интеграции, и нужно проанализировать, что мы импортируем. Я посмотрел, сказал он, нашу казахстанскую структуру и 50% инфляции мы получаем от импорта товаров. Если посмотреть, что мы импортируем, то импортируем все, что производим, сказал Назарбаев. В числе ввозимых товаров, по его словам, есть туфли, чулки, ботинки, носки и даже продовольствие. Смысл нашего евразийского пространства не в том, чтобы закрыться и сделать его более открытым сейчас, глобальным взаимодействием. Мы импортируем продовольствие, любое, мясные изделия, молочные изделия и так далее. Но это все производится в наших странах. Мы не направили потоки этих товаров внутри нас. Почему нам самим не производить все это? Также он предложил партнерам по Евразийскому экономическому союзу совместно производить самолеты и Ельбасы, привел в пример Airbus. По его словам, такие проекты могут стать возможностью как к расширению сотрудничества, так и к созданию новых рабочих мест. Он отметил, что у ЕАЭС есть все условия для создания таких проектов. Тот же Airbus самолеты производятся во многих странах Европы. Запасные части там, тут и так далее. И все страны привлечены, и все страны зарабатывают, и все страны предоставляют рабочие места. Почему нам не подумать о таком проекте в наших странах? Нам не хватает собственных внутри региональных самолетов, которые на короткие расстояния. Мы можем их производить. Нам не хватает для сельскохозяйственной авиации, которую мы можем производить. Кроме того, по словам Назарбаева, нужно сегодня извлечь пользу и санкции США по отношению к Китаю. Начать предлагать им свои товары. И в связи с этим Ельбаса предложил разработать соответствующую дорожную карту до 2025 года с учетом этих и других инициатив. А вообще это юбилейное заседание 25 лет с момента предложения идеи Евразийской интеграции, и 5 лет с момента подписания договора о создании ЕАЭС. Во время саммита обычно подписывают много документов, договоров. И одной из таких инициатив Евразийская комиссия в своем выступлении озвучил президент России Владимир Путин. По его словам, они договариваются о том, что трудовой стаж при начислении пенсии будет учитываться на всей территории Евразийского Союза. Отмечу подготовку Евразийской комиссии соглашения, которое даст возможность при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза. Думаю, что для конкретного гражданина, для простого человека, для человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету, и для этого человека будет неважно, где конкретно он работал. Главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж. Вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан наших государств. По итогам сегодняшнего юбилейного саммита было подписано совместное заявление участницы Евразийского экономического союза, в котором содержится новое видение развития. Каждый из спикеров сходится во мнении, что первые пять лет оказали динамичное влияние на развитие союза, и теперь объединение вступает в медленный этап эволюции, на котором важно учитывать допущенные ошибки и сосредоточиться на взаимовыгодном сотрудничестве. Население общее наших стран составляет 184 миллиона человек. Это огромный рынок потребления сбыта. Если мы по-нормальному разберемся, будем работать, и нам никуда вообще можно и не выходить, внутренний рынок достаточный. За прошедший год объем взаимной торговли между странами составил 9,2% или 60 миллиардов американских долларов. Наши бизнес-сообщества активно работают друг с другом, используют возможности Евразийского. Мы создали эффективную инфраструктуру евразийской интеграции. Оно и было, еще добавили. Сформировали всю нормативно-правовую базу, которая вытекает из договора. К слову о перспективах и вложениях. Казахстан инвестирует в горнодобывающую отрасль Бразилии. Объем инвестиций «Евразиан Ресурс Групп» в проект железно-рудного производственного комплекса составляет 1,5 миллиарда долларов. Местная компания, которая является дочерним предприятием, 40% доли которой принадлежат правительству Казахстана, реализует проект железно-рудного производственного комплекса. Также будут инвестиции в возведение морского порта. Планируется принять участие в сооружении участка западно-восточной интеграционной железной дороги, которая будет соединять комплекс для перевозки железной руды с морским портом. Жить чуть-чуть впроговать, усилить физические нагрузки совет такой дал россиянам Геннадий Онищенко. Это депутат, бывший главный санитарный врач России, мол, заботиться нужно о здоровье. Не отращивать животы, а реакция граждан Российской Федерации была предсказуемой. Они возмутились тем, что и так живут плохо и едва растягивают на жизнь и самое необходимое. Недавно говорил премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, что почти 19 миллионов россиян живут в бедности. А реальные располагаемые доходы населения снижаются пятый год подряд, и счетная палата уже в мае, подводя итоги за первый квартал, отметила, что у россиян снижение доходов произошло на 2,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вот такая картина мира экономики. У одних перспектива масштабного сотрудничества, а у других, по мнению депутатов, пояс Натальи уже не сходится. Это был финансовый обзор. Всего доброго. Ловись рыбка большая и маленькая. С такими словами приезжают рыболовы-любители на водоемы в надежде наловить рыбы, посидеть у костра и сварить ухи. Но как результат выброшенные в карман арендаторы деньги за путевку, а добычи ноль. Такая ситуация происходит на большинстве водоемов, которые взяли у государства в аренду такие же рыбаки. Вся проблема заключается в том, что многие природопользователи игнорируют требования договора и не проводят зарыбление должным образом. На сегодняшний день в западно-казахстанской области насчитывается порядка 220 водоемов, 36 из них отданы в аренду природопользователям. На протяжении последних нескольких лет рыбаки стали замечать, что рыбы в этих водоемах стало значительно меньше, а причина тому – ненадлежащее зарыбление. Это главная проблема. Помимо нее арендаторы не выполняют и другие требования договора. Если человек взял в пользование водоем, то он должен не только продавать путевки, но и следить за состоянием этого водоема и не допускать браконьеров. Ведь до сих пор еще есть немало желающих поживиться за счет природы, применяя любые доступные им способы ловли. Рыболовы, которые обеспокоены отсутствием водной живности, часто выезжают в рейды совместно с контролирующими органами. Результаты довольно печальные. Километры незаконно поставленных китайских сетей, которые запрещено продавать и, соответственно, вылавливать ими рыбу и территории, заваленные мусором. Рыболовы и контролирующие органы призывают всех природопользователей бережно относиться к рыбным запасам, ведь они не безграничны. Невыполнение обязательств рано или поздно приведет к тому, что обычный карась станет деликатесом. Чтобы этого не произошло, необходимо проводить зарыбление по принципу «Сколько выловил, столько и выпусти обратно». Проследить за всеми арендаторами, конечно, нельзя. Поэтому контролирующим органам помогают неравнодушные граждане, такие, как, например, в поселке Мурацай Бокиординского района. Местные жители очень обеспокоены в состоянии водоема. Аким Сила написал письмо в Управление природных ресурсов и регулирование природопользования с просьбой пересмотреть условия договора или вовсе его расторгнуть с природопользователем. Специалисты контролирующего ведомства вместе с нашей съемочной группой отправились в село, чтобы увидеть проблему своими глазами. Село Мурацай находится в 550 километрах от областного центра. Здесь прошла встреча местных жителей с представителями поселкового Акимата, специалистами Управления природных ресурсов. Люди рассказывали, что природопользователь, который взял в аренду водоем, не следит за ним должным образом. Главная проблема в том, что арендатор не проводит зарыбление. После того, как Сарсенов взял в аренду водоем, он не следил за ним практически. Воды в нем стало меньше, много камышей и водорослей появилось. Нужно было все убирать, но он этого не делал. Я у него работал раньше, и вот уже три года не могу получить свои деньги. Он с нами расплачивался раками. Раньше в этом водоеме рыба была, люди ловили, а сейчас он не разрешает. Даже скот на водопой не пускает. Сам природопользователь на собрание с жителями не пришел. На его защиту встали те, кто сегодня с ним работает. Мы 12 мая проводили чистку водоема. Там обнаружили 9 роколовок и одну рыбную сеть. Все это принадлежит браконьерам. Мы все по правилам оформили, заполнили акт. Регулярно проводим рейды, арендатор выделяет по 200 тысяч тенге. Мы все чистим, убираем камыши, водоросли. Сюда приезжаем нечасто, потому что водоем находится далеко. Еще у нас есть и другие водоемы. А зарыбление мы проводили в мае прошлого года. Все это было снято на видео. Всего в прошлом году арендаторами было выпущено в воду 2 миллиона 200 тысяч мальков. Все проходило под наблюдением контролирующих органов. На сегодняшний день в области насчитывается 36 природопользователей. Не так давно их было больше. Только ввиду того, что не все выполняли условия, договор с ними был расторгнут. То же самое ждет и арендаторов в поселке Муратца, если проблема не будет решена. Если все претензии будут подтверждаться, мы будем принимать строгие меры, вплоть до расторжения договора с этим арендателем, скажем, природопользователем. Но у него, конечно, была возможность приехать самому в это совещание и доказать населению, что он работает добросовестно. Также у жителей села вызывает беспокойство тот факт, что воды в водоеме стало меньше. В управлении природных ресурсов отмечают, что эта проблема будет решена. В сентябре месяце планируется сбросить в воду 3 миллиона кубов воды. На эти цели из бюджета было выделено 54 миллиона тенге. Кроме того, арендаторам напоминают, что водоемы не являются их собственностью, и запрещать людям ими пользоваться никак нельзя. Встречать людей с такими объявлениями, что это частная территория, что здесь нельзя ловить рыбу, нельзя. Мы об этом на каждом совещании предупреждаем своих предупреждений. Потому что любой гражданин, Казахстан имеет право отдохнуть, имеет право до 5 килограммов ловить рыбу. Вот такие возможности нельзя ограничивать. А сейчас поговорим о семейном бизнесе. Одни считают, что работа и семья – вещи несовместимые в принципе. Другие полагают, что совместная работа людей сближает еще сильнее, чем родственные связи. Можно спорить и с той, и с другой точкой зрения, но очевидно, все дело в персоналиях. Одну семью общий бизнес может развалить, другую, наоборот, укрепить. С целью поддержки семейного предпринимательства организуются различные меры поддержки и программы со стороны государства. Стоит отметить, что данная сфера в стране является распространенным явлением. Как отмечает в своих исследованиях Ассоциация семейного бизнеса, в стране уже более 600 тысяч семейных фирм. Более 90% предпринимателей, работающих с семьей, проживают в сельской местности. К примеру, традиция семейного бизнеса также широко распространена в Италии и Японии. Японцы относятся к этому явлению очень строго. Закрытие семейной кампании, например, считается недопустимым явлением. Японец лучше совершит харакири, чем допустит подобный расклад событий. В Западно-Казахстанской области семейный бизнес процветает. Здесь запустили программу, которая так и называется «Семейный бизнес». Она направлена на оказание помощи многодетным семьям и людям с особыми потребностями, желающим открыть свое дело. Как оказалось, таких людей немало. Самые активные участники программы уже показывают хорошие результаты. Алтай Кульгинов встретился с участниками нового проекта. Проект «Семейный бизнес» является реализацией программы «Ельбасен» Руслутана Назарбаева, направленной на улучшение благосостояния казахстанских семей. Запущена она совместно с палатой предпринимателей. Главная цель ее – оказать поддержку в развитии бизнеса нуждающимся семьям. Но дорогу осилит лишь тот, кто трудится. Мы хотим, чтобы семьи сами зарабатывали. Не просто сидеть, уповать на государство. Государство – это мы все с вами, то есть это все граждане. Мы хотим создать условия для развития малого бизнеса. На сегодняшний день ряд семей уже получили гранты и кредиты под выгодные проценты. Кто-то на дому открыл парикмахерскую, кто-то швейную мастерскую. А Деляй Тмукашев решил разводить птицу. На селе, когда есть свой участок земли, это особенно выгодно, отмечают сами начинающие предприниматели. Птица идет в программу, отучился один месяц в этом Аскаринском райцентре. Там по программе басплать, ну а там не кем программе нет. После этого купили 130 гусей, цыплят, утят. И на этом идет доращивание. Итого 500 штук, 500-30 штук. На сегодняшний день ряду предпринимателей-новичков вручили порядка 200 грантов. Всего в рамках программы их предусмотрено порядка 400. Так что у желающих принять участие в проекте «Семейный бизнес» еще есть шанс. Марина Горбук, Нарван Кунашев, Рустан Джумашев, ТДК-42. А сейчас поговорим о новостях в преступном мире. Более подробно обо всем расскажет мой коллега Сергей Уланов в еженедельной рубрике «Криминальная хроника». Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Чем запомнилась эта неделя, какие происшествия были? В Западно-Казахстанской области участились случаи наезда на пешеходов в ночное время суток. Две последние аварии с участием пешеходов были зафиксированы 18 и 25 мая. В обоих ДТП пешеходы получили серьезные травмы и скончались на месте. Да, ну действительно очень жаль. Скажи, а где эти аварии произошли? Авария, которая произошла 18 мая, случилась на дороге Уральск-Атырау, а второе ДТП на трассе Уральск-Шимкент. А водители, они уже понесли наказание? Ну, виновные в смысле? Водители, которые находились за рулем авто, уже задержаны. Они дали признательные показания в том, что совершили наезд на пешехода. В настоящее время ведется следствие. О более подробной и о других происшествиях и преступлениях я расскажу прямо сейчас. В Казахстане сразу два гендиректора Национального центра тестирования арестованы за взятки. Генеральный директор Рамазан Алимкулов подозревается в том, что через посредника на системной основе почти два года получал взятки в особо крупных размерах. Точную сумму не называют. Раньше взятки брали деньгами, но их можно пометить. Видимо, поэтому другой чиновник, бывший исполняющий обязанности гендиректора, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины Тойота Камри стоимостью свыше 9 миллионов тенге за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении госзакупок, связанных с Министерством образования и науки. Впрочем, пока это еще не доказано. Что это один из них бывший заместитель директора, второй руководитель организации. Там было сказано, что исполняющий обязанности. Это получается промежуточное какое-то, да? Это было до того, как руководитель назначался, это в 2016-2017 год. Поэтому один бывший, который уже не работает в центре, но по нему уголовные дела возбуждены, ведется следствие, и второй действующий руководитель. В Уральске мужчина под предлогом изготовления мебели обманывал людей. Мошенник-рецидивист приходил домой к людям, желающим заказать мебель, делал замеры, выслушивал пожелания заказчиков и брал предоплату. После того, как к злоумышленнику в руки попадали деньги, он скрывался. Как стало известно, мужчина был неоднократно судим, причем он отбывал наказание в колонии за аналогичное преступление. Один из последних случаев, когда он обманул жительницу города 1990 года рождения, произошел в мае текущего года. По отработанной схеме мужчина завладел шестью тысячами тенге. Заявление по факту мошенничества в полицию поступило 26 мая. Принятыми мерами был установлен и задержан неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, житель Уральска 1988 года рождения. По факту расследование ведет управление полиции города Уральск по статье 190 части 1 УК Республики «Мошенничество». Еще одного мошенника задержали полицейские Уральска. Как сообщили в полиции, мужчина обманул своего знакомого на 2 миллиона тенге. Как оказалось, мошенник взял эти деньги якобы в долг, потратил на свои нужды и не вернул. Спустя примерно 5 месяцев пострадавший понял, что его обманули и написал заявление в полицию. Заявление по факту мошенничества в дежурную часть поступило 29 мая текущего года. Сотрудниками полиции был установлен и задержан житель города 1986 года рождения. По данному факту расследование ведет управление полиции города Уральск по статье 190 части 1 УК Республики. В Уральске мужчина угнал автомобиль. Как сообщили в полиции, угон был совершен 30 мая текущего года в 8 часов утра. Был угнан автомобиль марки Hyundai Tucson. Ущерб оценен в 4 миллиона тенге. Как оказалось, мужчина угнал автомобиль у своего близкого человека из-за конфликта, который возник между ними. В тот же день потерпевшая обратилась в полицию и авто было возвращено владельцу. Заявление об угоне автомобиля в дежурную часть поступило 30 мая текущего года. Принятыми мерами оперативного реагирования был установлен и задержан житель Уральска 1957 года рождения. Он дал признательные показания. Угнанная автомашина возвращена владельцу. Расследование ведет Абайский отдел полиции по статье 200-й части 1 Уголовного кодекса республики. В Уральске утонул подросток. Сотрудники оперативно-спасательного отряда департамента ПЧС области ведут поиски тела утонувшего при неизвестных обстоятельствах 17-летнего парня. Только с начала мая на водоемах Западно-Казахстанской области утонули 5 человек, трое из которых несовершеннолетние. В Западно-Казахстанской области испытывается дефицит официально разрешенных пляжей. Только 5 на данный момент оборудованы всем необходимым для купания. На реке Урал по улице Лизарова утонул несовершеннолетний ребенок, то есть с 2002 года рождения парень. Выезжали сотрудники оперативно-спасательного отряда. На сегодняшний день тело еще не найдено. Ведутся поисковые работой. Не оставлять велосипеды и коляски без присмотра рекомендуют уральцам полицейские. С начала текущего года только по официальным данным в городе зафиксировано 30 краж велосипедов. Чаще всего подобное имущество оставляют без присмотра во дворах жилых домов и других общественных местах. До 70% краж удается раскрыть с помощью камер видеонаблюдения. Ворам грозит уголовная ответственность. Хочу обратиться к населению, чтобы не оставляли свои велосипеды, детские коляски в подъездах, подвалах, во дворах. Не прицепляли их к бордюрам, которые установлены на общественных дворах. Уважаемые телезрители, на этом криминальная хроника подошла к концу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. День защиты детей Существует несколько версий, почему именно этот праздник отмечается 1 июня. В 1925 году генеральный консул Китая в Америке собрал группу детей-сирот и провел для них праздник. И в этот день, также 1 июня, в Женеве состоялась международная конференция по детским вопросам. С 1950 года мировая общественность по инициативе ООН отмечает День защиты детей и считает защиту прав, здоровья и жизни детей основным направлением своей деятельности. Вообще детство – самая беззаботная пора. Игры в песочнице, веселый смех, мультики, конфеты, сладости. Однако периодически в СМИ появляется информация, что несовершеннолетний совершил суицид или мать избила ребенка до полусмерти. И вот здесь начинаешь задумываться, настолько ли это счастливый этап в жизни человека и от чего нужно защищать наших детей. Мнений на самом деле много. Кто-то считает, что нужно защищать от наркотиков, кто-то говорит от хамства взрослых, а другие говорят, что детей нужно просто любить за то, что они существуют. Не за оценки, не за уборку или хорошее поведение. И тогда ни от кого защищать их не придется. По традиции в этот день прошло много мероприятий. Одно из них в доме юношества Шинырак. Поздравить постояльцев и их детей приехали местные депутаты и постоянные спонсоры. Давайте посмотрим. Веселые игры, музыка, аниматоры и сладости. Именно так в доме юношества Шинырак поздравили детей. Здесь проживает 115 человек. У многих есть дети, они посещают детский сад и ходят в школу. Такие праздники здесь проводят регулярно, а помогают их организовать местные власти, избранники народа и предприниматели. Хотелось бы вам пожелать крепкого здоровья, чтобы слушали своих родителей. Родителям хорошо воспитывать детей, дать хорошее образование, следить за здоровьем. И в этом случае все у нас будет прекрасно. Страна наша будет развиваться, расти. Мы будем гордиться вами. В Шиныраке проживают только дети-сироты. Комнаты им предоставляются бесплатно, а за коммунальные услуги они не платят. При этом почти каждый из них работает. Работает в многих местах. У нас от Равы есть ребята, Астане есть ребята работают. И близние Мазарвы, которые в Подмосковье работают, и в Саратовской области работают, и в Самаре. Ребята вот туда уходят. Сейчас вот где-то пять человек находятся в Курской области, в городе Старый Асхолд. Постояльцы дома юношества выразили благодарность организаторам праздника. Поздравляем всех граждан, также жителей города Уральск с Днем защиты детей. Охота пожелать всем благополучия, чтобы дети смеялись, только радовались. И счастливого детства. Охота, огромное спасибо всем тем, кто поучаствовал, проспонсировал наших детей, и нам подарили такой замечательный праздник. После всех игр и конкурсов гости праздника вручили детям подарки. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Именно такой эту неделю увидели и запомнили корреспонденты телеканала ТДК-42. И еще мне бы очень хотелось еще раз поздравить всех детей и родителей с Международным Днем защиты детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова